В этом видео я рекламирую небольшую страну возле Грузии и наношу на самолет цвета на рукавной повязке певца-шамана. Ребята, всем привет! А сегодня я буду строить свой самый первый пассажирский самолет. Это будет Як-40 от «Звезды». И эта модель в 144-м масштабе. И здесь всего лишь 59 деталей, так что я думаю, сборка будет легкой, но и в то же время интересной. Итак, вы на канале Dasha Models. Давайте строить модель. Работа над каждой моделью заставляет меня порой погрузиться в совсем незнакомую для меня тему. А модели самолетов гражданской авиации я еще не строила. Так что сегодня вы понаблюдаете за моим опытом и заодно узнаете историю этого самолета. И я расскажу, почему даже американцы мечтали заполучить этот лайнер. А перед сборкой давайте немножко посмотрим на коробку. И здесь изображен самолет Як-40 в полете и в каком-то грозовом и, наверное, вечернем небе самолет летит по своим делам. И, кстати, это опять рукописный рисунок Андрея Жирнова. А теперь посмотрим на обратную сторону коробки. И здесь собранный самолет. И интересно, что этот самолет изготовлен по лицензии ОКБ Яковлева. Значит, нас ждет очень хорошая детализация. Самолет здесь изображен, так сказать, на стоянке. Шасси у него выпущены. И мне очень понравилось, как автор проработал со смывкой на нижней части самолета. Ну а больше контента обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Ссылочка будет в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня через функцию спонсорства на YouTube, а также в донатах в ВК и на Boosty. Схема, подставка, литник с деталями, а точнее два всего лишь, и декали и стеклянные элементы. А также схема окраски. Известа нам предлагает два варианта. Это вариант окраски в цветовой схеме Аэрофлота, а также в виде специального борта правительства России. А купить все необходимое для моделизма и постройки моделей можно в магазине Модельная лавка. Там оперативно появляются новинки ведущих производителей, а иногда появляются и очень интересные раритетные наборы. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей. И поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И первым шагом нам нужно собрать крыло. И сразу же нам нужно определиться с вариантом сборки, первым или второй. Первый вариант это с шасси, а второй без. И соответственно для второго варианта сборки нам нужно сделать отверстие в детали номер B4. Давайте сначала возьмем эти детали с литничка. С помощью бокорезов я их отсоединю. Их довольно легко найти по внешнему виду. Но также и по цифровому обозначению мы можем удостовериться в правильности нашего выбора этих деталей. B25 и 24. Латинская буковка B на литнике есть. И цифры 24 и 25 есть. Значит, можем спокойно отделять наши детали от рамочки. Желательно эти делать с небольшим запасом. Также тут, обратите внимание, есть еще остатки каких-то литьевых точек. Убираем их также с помощью бокореза. И теперь приступаем к обработке этих деталей при помощи, наверное, надфиля. Но сначала я уберу остатки пенечков на рамочке с помощью бокорезов. То есть убираю их максимально близко к детали и при этом не повредив саму деталь. И выравниваю поверхность. И так как это самолет, у него довольно точные должны быть стыки, соединения. Поэтому обработка должна быть тоже очень аккуратна. Тут главное не отрезать лишнего. Потому что сразу образуется дырка при соединении этих деталей. Так, детали я подготовила, но перед этим мне надо вырезать специальное отверстие для держалки. Для подставки. Я воспользуюсь фанговым ножом. Сначала сделаю несколько выручек. Довольно такая деликатная процедура. Потому что видите, насколько тут надо быть аккуратным, чтобы не повредить расшивку самолету. Так, и теперь обработаю края с помощью надфиля. И теперь можно приступать к соединению двух деталей. Кстати, обратите внимание, какая стыкуемость. Вообще не видно место соединения. Так, теперь нужно воспользоваться клеем. Супер. Переходим к следующему шагу, номер два. И здесь нам необходимо установить остекление иллюминаторов. Также, я так понимаю, какую-то часть двигателя. И кабину. И все эти три детали, а также две маленьких. Давайте начнем вот с этих трех. Это являются подсборками, которые необходимо посмотреть на боковинки схемы. Это схема 2А. Для нее нам понадобятся детали с летника Б под номерами 26, 28 и 31. Я приступаю ко второму шагу. За кадром я собрала маленькую кабину. И теперь могу ее установить в сам самолет. Теперь я переступаю к следующему шагу. И тут, обратите внимание, мы приклеиваем крыло. Также вторую половину фюзеляжа. Так, соединяем. И что получилось довольно точно. Теперь нужно воспользоваться клеем. А теперь я установлю крыло. Так, что у этого самолета очень классная стыкуемость. Прям даже удивляюсь. Ну вот, можно сказать, самолет практически готов. Я сделала ровно три шага из шести. В шаге номер четыре я буду устанавливать хвост и двигатель, а также остекление в передней части самолета. И начну с хвоста. Он состоит из двух деталей. Это вот верхняя часть. Вот так вот, с небольшим щелчком. И фиксирую клеем. И также вот задняя часть. Теперь двигатели. У них тоже есть свои посадочные места. И теперь переходим к шагу номер шесть. Пятый шаг я пропускаю, потому что я делаю самолет в состоянии полета. А это шаг номер шесть. Соответственно, переворачиваем наш самолет. Закрываем люком переднее шасси. Теперь ставим шасси в основное. Так, колесом кверху. А самой стойкой вниз. И фиксируем клей. И все, мой самолет готов. Его можно попробовать установить на подставку. Вот так вот сборка завершена. После сборки и обезжиривания модели я принялась наносить маски на стекление кабины и на бортовые иллюминаторы. И здесь я решила использовать готовые маски. Ведь это намного проще и быстрее. И вообще я не представляю, как бы я вырезала из модельного скотча все эти маленькие одинаковые кружочки. Работа над каждой моделью заставляет меня порой погрузиться в совсем незнакомую для меня тему. А модели самолетов в гражданской авиации я еще не строила. Так что сегодня вы понаблюдаете за моим опытом. И заодно узнаете историю этого самолета. И я расскажу, почему даже американцы мечтали заполучить этот лайнер. А потом я загрунтовала модель. И мне очень понравилось использовать грунт в баллончике от фирмы Звезда. И он намного лучше и доступнее аналогичной продукции от Tami. Грунт можно купить как на модельной лавке, так и на любом другом маркетплейсе. Я решила окрасить самолет в цветах специального летного крыла «Россия». Мне образ этих машин показался ближе. Так как предложенную звездой Леврию Аэрофлота я не застала, а подобные самолеты в аэропорту Внуково я вижу довольно часто. Но обратите внимание, что Звезда ошибочно дала в своей схеме окраски белый цвет в качестве базы для таких самолетов. И спасибо моим подписчикам в моей группе ВК за подсказку с цветом. Поскольку я не специалист в гражданской авиации, этот совет мне оказался очень ценным и полезным. А в качестве базового цвета я использую светло-серый цвет от фирмы «Мачете». Акриловые краски на спиртовой основе от «Мачете» в основном глянцевые. И вроде бы такими должны быть самолеты в 144-м масштабе. Надеюсь, я права. После того, как краска высохла, я принялась наносить маски на кромки крыла. Они должны быть покрашены в алюминий. То же самое касается и хвостового оперения. Пилоты часто относились пренебрежительно к этому самолету, и он имел ряд презрительных прозвищ, вроде «Окурка». А ведь эта летающая машина уникальна в своем роде. Як-40, а разговор именно о нем – это реактивный воздушный лайнер, предназначенный для местных авиалиний. Систимостью от 27 до 40 человек. Впрочем, понять пилотов можно, они стремились в полноценную авиацию, раз им не удалось попасть в военную. А им какой-то сурагат подсовывает, пускай даже и реактивный. Но местные авиалинии тоже должен кто-то обслуживать. Да и опыта не помешало бы понабраться, прежде чем рисковать трансконтинентальными авиалайнерами. И я окрашиваю обозначенные части алюминиевым цветом от фирмы «Мачете». Я делаю самолет в полете, и поэтому мне надо сделать подставку тоже. Я хочу сделать ее красной, чтобы придать готовой модели парадный вид. А теперь во время ручных работ мне надо окрасить колеса шасси в соответствующие цвета. И также ручным работам подвергнуться и элементы двигателей. Як-40 проходил в качестве учебной парты для новичков. Сверхнадежный самолет, способный взлетать при отказе одного двигателя. И мало того, горизонтальный полет он может продолжать даже на единственном функционирующем моторе. Як-40 не особо нуждается в современной взлетно-посадочной полосе. И если возникает необходимость, он приземляется и на грунт, и на травку. Конечно же, при условии относительно ровной площадки. А Як-40 до сих пор эксплуатируется в России и не собирается на покой. Хотя их осталось немного. Буквально единичные экземпляры. Но сейчас идет процесс модернизации и возврат летательных аппаратов, находящихся на консервации местным авиалиниям. И угадайте почему. Свой дебютный полет Як-40 совершил в 1966 году. Через пару лет самолет этой модели уже активно эксплуатировался на местных авиалиниях. И чтобы понимать масштабы, достаточно упомянуть, что в 1980 году существовало более 660 регулярных маршрутов, на которых использовался данный самолет. Як-40 пользовался спросом и за рубежом. Самолет поставляли в 18 разных стран. И в том числе и в капиталистические страны. И только за 10 лет с 1970 по 1980 годы продали на экспорт более 100 штук Як-40. И поставляли летательные аппараты этой модели даже на Кубу. Смывкой я попробую выделить расшивку самолета. Правда, у этой модели она не очень глубокая. Так что эта задача оказалась довольно сложной. А прекратили выпуск Як-40 в 1981 году. От модели отказались из-за того, что аэрофлот в них больше не нуждался. А за рубеж их как-то активно продавать не хотели. А после развала Советского Союза частные компании США обратились на Саратовский завод с просьбой продать несколько сотен новых Як-40. Сделка предполагалась грандиозная, причем за доллары. И, к сожалению, предприятие находилось в глубоком финансовом кризисе. Да и Як-40 уже больше 10 лет не упускался, и поэтому пришлось отказаться от этого выгодного заказа. Позднее с руководством авиационного завода связывались и австрийские, и канадские компании. Им нужны были хотя бы голые планеры Як-40. А двигатели авионику предполагалось ставить от известных западных фирм. Но и тут конторакты сорвались. Кстати, Саратовский завод обанкротился в 2012 году. И, конечно же, я нанесу декали на Як-40. Декали играют решающую роль в восприятии модели. И особенно в таком масштабе. У звезды они получились действительно высокого качества. Единственная сложность – это очень длинные декали с флагом России, которые идут по всему корпусу. И тут я ориентируюсь по дверям на борту самолета. И осталось обозначить огни борта и поставить модель на подставку. И вот такой самолет у меня получился. Это мой первый опыт в гражданской авиации. Хоть это и довольно маленький масштаб, но Як-40 получился довольно интересным и живым благодаря декалям. И, конечно, здесь есть некоторые недостатки. Я думаю, вы их заметите. Но в целом я надеюсь, что это видео вас вдохновило. И если так, то ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»